Всем привет! Надоело мне как-то начинать топ из грустных новостей о том, что больше ссылок на платные игры не будет из-за ютуба, так что лучше напишите как у вас дела, я надеюсь хорошо. А это новый топ с крутыми и при том оффлайновыми играми для ваших смартфонов. Ну а это победители в конкурсе под прошлым видео. Если что, я в каждом видео разыгрываю разные призы и дабы принять участие, всего лишь нужно быть подписанным на канал, поставить лайк под этим видео и написать любой желательно позитивный комментарий. Желаю удачи и приятного просмотра. 20 место Samurai 2 Vengeance Недавно решил я значит пересмотреть с китайцев, где рисовка мне напомнила эту игру, к тому же там тоже был самурай, так что с неё и начну. Правда, сразу предупреждаю, она платная, а ссылки на бесплатное скачивание, увы, оставить не могу, так как ютуб их просто удаляет. Но в интернете, где скачать, думаю найти не проблема. В принципе, это неплохой слэшер, где нужно просто идти вперёд и рубить врагов одной кнопкой. К тому же в приятной графике и с детальными анимациями, но без поддержки геймпада и русского языка. 19 место Event Horizon Ну а эту игру, как и половину игры с топом, мне уже порекомендовали, за что я хочу выразить всем огромную благодарность. Ведь благодаря вам, топы получаются более разнообразными и интересными. К примеру, сам бы я на эту игру внимания не обратил, как минимум из-за графики, но Event Horizon это яркий представитель того, что графика в играх не самое главное. Так, это обширнейший космосим, где вы сами можете кастомить свой космический корабль, на котором после исследовать галактику, защищать планеты или станции, а также участвовать в галактических войнах. 18 место GTA Race На фоне, мягко говоря, странных Project Cars Go и Forza Street, которые нифига не походят на свои оригиналы, сумела выделиться неплохая аркадная гонка от инди-разработчиков. Безусловно, это накладывает некоторые ограничения, как отсутствие лицензированных тачек и некоторые жароховатости, как, например, отсутствие заднего хода, что как бы логично, ведь это гонка и победа только впереди. Но если упереться в преграду, то остаётся ожидать лишь рестарта машины. Последних, кстати, здесь только пять, но вероятно это только поначалу. И вместе с тем, десять разнообразных локаций. 17 место Super Beer Adventure И нет, я не сошёл с ума, раз рекомендую эту игру. Просто она мне напомнила те игры, которые были ещё на ретро-консолях. Отчасти из-за того, что специально стилизировано под такие игры. Ну а учитывая, что мне её порекомендовали, то не вижу повода ней не рассказать. Тем более, подобные проекты пользуются немалым спросом на той же Nintendo 3DS, обзор, кстати, на которую недавно вышел на моём техноканале. И если вам интересно, то ссылка на него есть в описании, а я буду благодарен, если вы перейдёте и прожмёте там лайк. А что до игры, то это платформер, где нужно собирать предметы, сражаться с врагами и освобождать NPC. 16 место Ryzen Dawn В прошлом топе для смартфонов, который, что приятно, вы довольно активно поддержали, за что и спасибо, я упомянул такую классику паркура, как Vector. Сегодня же решил немного взять игру посвежее, к тому же в 3D-графике, но со всё тем же паркуром и даже необычной идеей. Так, играем мы за блогера, который, выполняя трюки, увеличивает свою аудиторию и, как следствие, зарабатывает этим на жизнь. При том, всё это с ритмичной музыкой, разными трюками и в 60 фпс. Так что, наверное, пойду ещё сыграю, хоть где-то стану популярным блогером. 15 место. Влогер Go Virtual Ну и пока мы далеко не отошли от этих ваших укаянных блогеров, держите ещё одну игру про них же. Правда, это уже менее активная, но более реалистичная, показывающая рутинную жизнь, где нужно сначала придумать идею для видео, затем снять её, смонтировать, загрузить и дождаться первых просмотров, лайков, а то и хейтеров. Так что, если вам по какой-то причине лень попытать удачи стать блогером на ютубе, можете сделать это в игре жанра кликера. 14 место. Glory Ages Несмотря на то, что эта игра также про самураев, как и первая из этого топа, но отличается чуть больше, чем кардинально. Ну, во-первых, здесь, дабы победить даже одного врага, нужно за ним внимательно следить и вовремя или атаковать, или защищаться. Враги при этом также не обделены умом и могут как обойти, так и взять в кольцо, если будет численный перевес. Плюс всё это в нереально красивой графике, что позволяет залипнуть на просто долго. Можно было бы сказать на очень долго, если бы не специфическое управление, привыкнуть к которому я не смог. Вероятно, нужно больше времени. 13 место. Space Marshals По своей сути, это обычный тактический шутер с видом сверху, но в стилистике космоса, за счёт чего и враги выглядят интересно, и оружие футуристичное появляется. Но главная задача это всё же оценивать ситуацию, выстраивать тактику и действовать по стелсу. А задача при том у нас не из лёгких, ведь предстоит поймать опасных беглецов. Так что если тихо не получается, то в ход можно пустить и оружие, и гранаты, и турели. 12 место. Imposter Space Horror Внезапно взлетевшая Amount Cass породила вокруг себя множество клонов. По большей части бездарных, но есть и исключения, как например, эта игра. Да и клоном называть её не совсем правильно, ведь игра заимствует лишь идею с импостером, то есть самозванцем на космическом корабле, который потихоньку убивает всю команду. Но жанрово это хоррор, тем более от третьего лица. И нам, как действующему персонажу, предстоит и самому выжить, не попавшись в лапы врага, и спасти всю или хотя бы частично команду. 11 место. Dead Z Несмотря на то, что это как бы обычный тир, сделан он очень достойно, как минимум в графическом и физическом плане, так как к визуалу придраться весьма сложно, особенно как для мобильных устройств, а оружие ведёт себя реалистично и довольно разнообразно в зависимости от его типа. Ну а задача у нас обычная, это отстрел зомби на разных локациях. И хотя звучит это не очень, на деле за счёт анимаций, удобного управления и прочего я залип. И кстати, тут такое дело, половина топа уже позади, так что если нравится видео, буду благодарен за поддержку видеолайка. А также можете подписаться на канал, если ещё не подписаны. 10 место. Mad Trials И если некоторые предыдущие топы могли и вовсе обходиться без игр с машинами, то в этом уже вторая такая игра. Правда не в жанре гонок, а в более симуляторном оффроуде, которая конечно ещё находится в раннем доступе, но уже имеет обширный автопарк и довольно реалистичную физику, которая достигается за счёт динамической смены погоды и разнообразных климатических карт, бросающих вызов игроку не только разнообразными уступами для преодоления, но ещё и багами. Ведь не стоит забывать, что это лишь ранний доступ и встретить невидимую стену тут можно. 9 место. Soul Knight Несмотря на то, что это полноценный буллет-хелл, местами от сложности которого действительно пригорает, всё же он немного упрощён для мобильных устройств, ведь имеет систему автоматического прицеливания. Но вместе с тем верен канонам жанра, ведь есть огромное количество разнообразного оружия, локации генерируются рандомно, да и боссы уникальны. Плюс всё это в приятной пиксельной графике и с динамичным геймплеем. Ну а завязка проста. Некие бяки украли магический камень, на котором держится весь мир, и нам нужно его вернуть. 8 место. Cats in Time Некогда я уже рассказывал о такой игре, как The Bird Cage, головоломки, где нужно было высвобождать различных птиц из клеток, решая задачки. Так вот это нечто подобное только в роли птиц Катаны, которые из-за машины времени случайно отправляются по всему существующему времени и даже за его пределы. Так что нам предстоит долгое путешествие от древнего Египта и до киберпанкового Токио, но с одной главной задачей – отыскать всех пропавших кошек, которые уж очень хорошо умеют прятаться, для чего и придётся решать разнообразные задачки в рисованной стилистике. 7 место. Super World Box По сути, довольно обычный, хотя и пиксельный симулятор бога, где что именно делать, решаете вы сами. Можете заплодить планету людьми, можете помочь им или просто смотреть, как они эволюционируют, воюют и прочее. Ну а можете и целый фильм про апокалипсис сделать, где вы являетесь и сценаристом, и режиссёром. Правда, для этого и фантазия должна быть, но с этим вы уж как-нибудь справитесь, так как и арсенал для разрушения здесь обширнейший. 6 место. The Haunted Consulate Ну и снова хоррор, правда в отличие от предыдущего, не основывающийся на другом произведении. Хотя и заимствований здесь хватает, так как главная задача – это тихо шерстить по комнатам в поисках ключей для открытия дверей, и так пока не выберемся наружу. При том, всё это под пристальным надзором призрака, от которого и предстоит прятаться в старинном консульстве, где всё дышит наладом. И любое неправильное движение издаёт характерный звук, на который и триггерится призрак. Так что назвать игру страшной я не могу, но немного пощекотать нервишки сойдёт. 5 место. Rest in Pices А вот эта игра, даже несмотря на то, что по первой кажется хоррором, на самом деле является аркадой в тёмных тонах, где нужно управлять фарфоровым персонажем на лесенке, обходя разные препятствия и ловушки демонов. Но сделать это не то чтобы уж и просто, ведь новые препятствия возникают на пути по мере продвижения, и иногда в абсолютно непредсказуемом порядке, что позволяет удерживать интерес, вместе с музыкой и удачной нагнетённой атмосферой. 4 место. Heroes Impact Battle Arena И несмотря на то, что большинство Battle Arena сугубо мультиплеерные, коль игра попала в топ, то нетрудно догадаться, что здесь есть и оффлайн, а вернее это по сути основной режим. Хотя остальные механики походят на других представителей жанра, где нужно выбрать персонажа и сражаться им на разных аренах, попутно прокачивая для победы над новыми противниками. Плюс всё это в довольно неплохой графике и с пока лишь двумя режимами, как-то стандартная арена и захват флага. 3 место. Warplane Ings Редко когда удается встретить годный симулятор, а тут ещё и в несвойственном этому направлению игр 2D. Притом реализовано всё на довольно высоком уровне. Стилистика минималистичная, но вот поведение самолёта детально проработано. То есть нужно набрать скорость, взлететь, убрать шасси и это только начало. Дальше ведь нужно не попадаться под вражеский огонь, как самолётов, так и зенитных установок, выполнить своё задание, как-то уничтожить наземную технику, сбросив бомбу, притом рассчитав, куда она попадёт под действием физики, и наконец посадить самолёт, что сделать тоже непросто. 2 место. Legal Hacker Несмотря на свою простоту в идеальном плане, игра очень хорошо увлекает, дабы приятно скоротать свободное время. К тому же может поднять настроение некими абсурдными дезинформирующими заголовками, которые и в реальной жизни иногда встречаются. Но в игре с этим решил бороться скорее не Хацкер, как гласит название, а частный детектив, для чего он проникает в офис местной газеты и под пристальным взором охранников, которым естественно нельзя попадаться, нужно найти работающий компьютер и стереть с него все данные, после чего отправиться на другой этаж. И первое место. The Wolf Among Us Игра от довольно известных в кругах любителей квестов Telltale Game, которые выпустили множество игр на основе других произведений, по типу Ходячих Мертвецов или Бэтмена. И эта игра не стала исключением, основываясь на комиксах, действия которой разворачиваются в довольно интересном мире с разными сказочными существами, и как им приходится скрываться в мире людей. Но при этом сюжет здесь отнюдь не как в детских сказках, отчего следить за ним одно удовольствие. Поэтому и первое место, так как найти игру с достойным сюжетом на смартфоны не так-то и легко. А на этом сегодня всё. Благодарю за то, что досмотрели до конца. Надеюсь, поставите лайк этому видео, ведь без них у блогеров начинается ломка. А также подписывайтесь, уже меньше половины осталось к серебряной кнопке. Ну и не скучайте, до скорых встреч в новых или старых видео.